Сорян, сорян, что долго меня не было. Я бы мог придумать отмазан, но, наверное, не буду, я бухал. Нет, я на самом деле не бухал. Я снимал видео про компы. Ну, просто, не знаю, забавлялся с камерой, которую купил. Например, снимал, как принимаю ванну. Не знаю зачем. Да, но ведь мы все хотели, чтобы я вернулся на YouTube, так что я решил подумать в этом направлении тоже. Так что я теперь не фулл-тайм-стример, я камбэкающий ютубер, наверное. Я скучал реально по Твичу, пока не мог стримить, но что-то, блин, я не знаю. Мне надо свериться с моим текущим состоянием биполярки. Ну, я так и думал. Я так и думал. Да, все именно так. Печально это видеть. У меня сейчас на компе, у меня не было на выходных вообще дома практически. У меня на компе игры есть. Читаю, какие. Watch Dogs, Super Seducer, PlayerUnknown's Battlegrounds, Mercury Man, Богдан. Игра Богдан 2044 и Dota 2. Что из этого вам хочется, чтобы я прошел? Я думаю, что Super Seducer. Watch Dogs, может быть... Сюжетку лень проходить, может быть, в конце стрима погоняем шахту поиграем. Чит за пес. Симпатичный. Язык русский, субтитры при этом отключены. А в чем смысл тогда тут меню только получается язык? Мужика-то никто не перевел. Не озвучил, точнее, хотя я мог бы. Какое мерзкое у него лицо, как улыбки. Игра про меня, кто-то пишет. Серьезно? Я слышал про... То есть я ее видел мельком на стриме, причем у... Не помню у кого, у стримерши какой-то. И меня концепция возмутила, потому что чувак, который выглядит как сын Эштона Качера и Роджера Федерера, он, по-моему, в принципе не должен особо напрягаться. Он просто может ходить и, как бы, телки все равно будут сосать ему члена. Особенно, если у него хватает денег на такие костюмы. Типа, блин. Я уверен, что если я буду говорить вещи, которые он считает правильными, в этой игре бабы просто начнут вызывать ментов. Или там, типа... Даже не знаю. Эта игра, наверное, только действительно может помочь какому-то человеку, который при хорошей внешности ведет себя как полный чмошник. Вот кто-то Юлик вспомнил в этой связи в чате. Эпизод первого. Ух ты, две девушки в баре. А мне нравится такая носатенькая. Да не мною, знакомство. Второй пилот. Видимо, первая пилотка. Офис, первое свидание. Кейт. Да не похож он на Арагорна. Кто вообще это придумал? Вот этого я реально не пойму. С какого хрена он похож на Арагорна? Описание эпизода. Ты идешь по улице, но тут твой взгляд привлекает девушку. Сможешь ли ты остановить ее, вовлечь разговор и сделать так, чтобы она захотела увидеть тебя снова? Цель назначить свидание на прямо сейчас. Ну да. Начнем с того, что... Это что вообще за страна? Типа, если я буду такой походкой ходить у себя по митинок где-нибудь там, типа, вокруг новостроек, то люди подумают, что я долбанутый, скорее всего. Ну да ладно. Значит, заприметил он телку. И что ей надо сказать? Подойти спереди. Подойти спереди немного сбоку. Притвориться слепым. Идти рядом. Восхищенно свистнуть. Йоу, девчули, как дела? Ну, блин. Ну тут какие варианты, типа? Подходить там спереди, подкрадываться сзади, притворяться слепым, от которого фул вообще. Восхищенно свистнуть? Не знаю. Ну так-то, конечно, можно. Судя по его внешнему виду, такой может присвистнуть. Но мне кажется, это не в наших культурных традициях. Идти рядом, это очень странно. Так что, йоу, девчули, как дела? Йоу, девчули, как дела? Мы можем поговорить минутку? Куда ты направляешься? Я спешу, да? Иди-ка сюда. Херня вообще полная. Чуваки, это вообще бред. Так, надо погромче сделать. Во-первых, это бред. Я сразу могу сказать. Если я подошел, искал йоу, девчули, как дела, она как минимум ответила бы что-то более конкретное. Не, ну это чушь вообще полная. Не, ну так-то понятно, что надо немного сбоку подойти. Давайте играть серьезно. Нет. А, ей было слишком легко уйти. Я понял, да? Надо ее, видимо, схватить как-то. Заблочить, как крипов в дотке. Все, понял, понял, понял. Ну просто спереди надо подойти. Ну хорошо, давайте притворимся слепым. Тогда она точно такая, типа, о, слепой чувак. За сиськи. Не, наверное, кому нужны инвалиды. У этого мужика в стиме 500 часов в папке на игре, ну, оно и видно. Ну, дайте еще свистнем ради интереса. Блин, а я так не умею. Зато... Не, погодите. Зато видели, какое у него довольное лицо было в конце? Мне кажется, хотя бы себе он доставил удовольствие этим свистком. Ну окей, подойди сюда. Ю-о-моё. То есть ты когда указываешь, типа, правильный вариант, тебе еще и сиськи показывают. Идеальная игра. Но мне кажется, это больше всего иллюстрирует разницу между успешным соблазнителем и неудачником. То есть ты мисуешь, он сидит один такой в какой-то грязной рубахе. Ты очень красивая, и я хочу тебя. Но если бы он был на машине, то, возможно, этого бы было достаточно. На хорошей машине. Мы встречались на занятиях по йоге. Но йога это какая-то непонятная сектантская хрень. Давайте лучше выберем, наверное, минутку. Но я на всякий случай проверю. А как только я тебя увидел, я понял, что хочу тебя. Что ты сказал? Не работает, пацаны. Но это я так. Мне просто неинтересно было, что именно она ответит. К тому же лучше же учиться на ошибках других, правильно? Минутка. Да она вообще стрёмная. Пусть идет дальше. Нахрен он до нее докопался. Пацаны, хватит подписываться. Я пытаюсь тело клеить, это отвлекает. Занятие по йоге. Я сначала сказал, что фуфил, но... Будем откровенны. Женщины любят всякую чушь вообще. Типа, сейчас, наверное, йога действительно в моде. Она еще йогой не занимается. Как можно йогой не заниматься? Йога офигенная. Да она вообще из путяги, нибудь. Че за бред? Че за бред? Это я, типа, подхожу к телке на улице и говорю, мы с тобой случайно в универе не учились, и вдруг оказывается, что мы действительно учились. Так еще и в каком-то драматическом кружке пересекались. Он дурак. Это реально супер-сидюсер или просто история того, как он трахнул какую-то рандомную тянь? Ну, серьезно. Блин, ну надо... Я даже не знаю, я бы просто даже ради интереса попробовал подойти к рандомной женщине на улице и сказать, мы же че с тобой в универе вместе учились. Хотя, мне, например, тридцатник, и я даже если бы закончил универа, это было бы семь лет назад. И кому я вообще должен подходить, получается? Какой-то бабке, тоже тридцатилетней. Че за чушь? Ну, кроме того, мне еще и жопу надерут за такие мулы, потому что у меня и так есть девушка, но тем не менее. Может еще сказать что-нибудь, типа, ты случайно не из той школы за углом? Я иногда стою рядом с ней. Ты такая красивая, я хочу тебя поцеловать на эту бульдонский вариант. Да пусть она говорит. Вначале беседы совсем не девушка должна направлять разгарды. Я на самом деле подозревал. Просто вся моя жизнь заключается в том, что я делаю вид, что слушаю людей, но это не так. Ну, это независимо от пола, я не сексист. Мой любимый момент пока в этой игре, если это можно назвать игрой, это когда тянка уходит, потому что показывают ее попу. Не, чуваки, я надеялся на серьезный учебник по соблазнению. Не то, чтобы мне это как-то нужно было, но... Какой прокат велосипедов, ну, серьезно, ну... Снег тает в начале июня. Так, окей. Начать трогать себя, чтобы завести ее. Вот это мне нравится. Я люблю, говорит, белок. Я и орешки люблю, например, киши-ю. А что, ты... Так ты сама начала со мной говорить на улице. Так я и так трогаю все, сколько я стримлю, уже 32 минуты трогаю. Вот мне очень подойдет, например, в жизни этот вариант. Да если я сниму рубашку. Ну ладно, хоть на его систи посмотрим. Я думала, что я получила татуировку. Я вам покажу. О, нет, нет, нет. Короче, я понял, это комедия. Это комедия. Не важно, какие здесь варианты. По большому счету, приводят с правильными. Главное, это выбирать смешные. Да, вот это, наверное. Правильный вариант. Тут вообще было 4 рафляных варианта. Так, аналоги платишь, сука. Отличная шутка. Мне, кстати, надо запомнить, я работаю в сфере IT. В креативной сфере IT. Попросить, что кто-то делает, это такая обычная вопрос, которую мы всегда задаем. Но в этом случае, ты хочешь сделать спешку, сделать спешку. Это сделает это немного интереснее. И если ты выбираешь что-то, что связано с fashion или артой, это всегда комплимент для женщины, потому что она говорит, что она имеет стиль. Окей. Типа, вот это действительно можно, в этом есть какой-то смысл. То есть, типа, если она хорошо одета, ты такой, ты, типа, продавщица, работаешь на рынке или в магазе каком-нибудь. И она такая, да, типа, а я IT-шник. Это надо запомнить. Так. Заглянуть ей под юбку. Эй, у тебя есть что-то на твоей ноге, давайте просто попробуем. Эй, что за хуй? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, так... Два джентльмена. Так, ээээ... Фишка-то в том, что, как бы, ты к этому, как бы, все и мутишь, а если все это уже случилось, то лишние разговоры и не нужны, ты уже, типа, все равно заглянул ей под юбку. Ээээ. Мой номер Ричард, кстати. Эй, приятно познакомиться. И твой имя? Алекса. Хорошо, что у тебя имя. Я просто ждал ее за время. Хорошо, что у тебя есть. Спасибо. Прежде всего, чтобы спросить ее имя, то я не могу с ним спорить. Это немного другая, чем многие люди делают, и это позитивная разница. Какие вещи ты любишь делать в твоей свободе? Хотя у русских баб нет чувства юмора, они подумают, что вы ебнутый. Лучше просто ударить кого-нибудь с кулака, или пиво выпейте с залпом. Желательно крепкого, чтобы показать, что он мужик. Особенно, если речь идет о продавщице. Да. Я делаю какие-то активные вещи, но, в самом деле, я люблю это, когда кто-то еще планирует все, и они приходят к этому, и я всегда скажу «Да». Но, в зависимости от выбора, я часто просто отдыхаю в доме. Я люблю отдыхать. Так, номер телефона. Ну, наверное, еще рано. Встретиться с друзьями. Давайте еще немного поболтаем с ней на тему хобби, а потом уже, наверное, стрельнем телефон. Наверное, очень действительно весело по скалам лазить. А что если мое хобби играть в фифу, пока никто не видит? Как ее этим заинтересовать? Нет ни одного хобби, которое хоть одна тянка могла бы назвать достойным и заинтересоваться им. Ну, то есть у меня, например. Может, у кого-то в чате еще? Такая же ситуация. Или все занимаются скалолазением, или там теннисом, или сквошем. Я знаю, что такое сквош, кстати. Это теннис со стеной. Дота. Ну, честно говоря, я бы сказал, что если ты ходишь по улице и говоришь всем женщинам, с которыми пытаешься познакомиться, что твой единственный интерес – это дота, то шансов на то, что ты найдешь тянку когда-нибудь в этой жизни – ноль. Доказательством является, например, Игорь Линк. Но это все-таки Россия, поэтому рано или поздно ты наткнешься на какую-нибудь чувиху, которая играет в доту. Но большой процент вероятности того, что это будет автодистракшн, а она лесбиянка. О чем они говорили? Сказать, что ты модель нижнего белья, а потом постараться потрогать ее попку. Сказать, что ты рекрутер моделей. Ну, давайте потрогаем за попку, а потом скажем, что программист. Да, я работаю в ИТ, но я тоже модель. Посмотрите. О, давай. Посмотрите, что ты думаешь? Это хорошо. Хорошо. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Не, не, не. Не, 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 не. А ее потрогали. Слушайте, она, кстати, не сильно напрягалась до этого. Он еще мог спасти ситуацию. Это было хорошо, пока ты пытался поработать ее. Знаешь, девушка не готова в том числе, когда она была сексуальность. Да, что скажешь насчет комментирующих? Я сегодня был в чате, но как-то матч там так токсично было в отношении девушки. Кастера. Я думаю, что они кончены в твоих глазах именно из-за того, что они руинят. Поэтому никогда не играйте с своей женщиной в доту, например. Вообще лучше не играть с своей женщиной ни во что, кроме... Ну, где есть челлендж какой-то. Это должны быть какие-то... Вот мой вам урок как супер-сидюсера. Играйте только в игры, где нет никакого челленджа. Особенно против других живых игроков. Тогда у вас будут крепкие отношения. Кекс играет с Настей в Fortnite. Ну, Настя хорошо играет просто в игры относительно многих других женщин. То я уверен, что у Кеки постоянно подгорает. Просто он умеет это контролировать либо бьет ее вне стрима. Да блин, мне уже надоело с этой бабой трепаться. Там были посимпатичнее. Там были две в баре, например. Блин, вот серьезно. Он даже уже меня начинает наскучивать, не зная как женщинам его разговора. Я вот прямо сейчас... Раньше я видел на нем симпатичного мужчину, но сейчас я вижу программиста, заросшего бородой, от которого плохо пахнет. Что было за вопрос в игре? Откуда я знаю? В реальной жизни ты тоже никогда не знаешь, что тебя спросила женщина. Ты чё? Это всегда так бывает. Ты как бы стоишь и думаешь о своих катках в пупке. А потом смотришь, а она смотрит на тебя. Типа, ну и чё ты думаешь? А ты такой, блядь, о чем она? О чем она? Ну... Да, наверное. Довольно часто, да. Ну, ты знаешь, от времени до времени. Очень часто, в самом деле. В середине. В середине. В середине. В середине. Не так много. У нас меньше людей. Погода. Погода. В середине. В середине. Я не угадал. Нет. Нет, не лучше. На полсердечка. Скинуть её на друзей, наверное, это не очень хороший вариант. Потому что она подумает, что я всегда буду её ради друзей кидать. Оставить номер. Но нам надо стрельнуть её номер. Поэтому... Давайте предложим кофе. Если это не прокатит, оставлю номер. Спасибо за битсичерс. Попробуй кофе. О, я бы хотел. Но я, в самом деле, буду встретить моих друзей. Но... Хорошо. 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 Попробуй. Попробуй. Ты сделал очень хорошо. Ты не получил лучшие результаты. Это означало, что ты совершил несколько решений, которые не были идеальными. Ну, я считаю, что это был достойный подкат. И если честно, эта женщина не настолько прям уж хороша, чтобы... Ждать её звонка. Да. И, короче, якозаново, если ещё. Дайте ещё один уровень пройдём. Если будет так же ни о чём, но то... Пойдём в следующую игру. Пока не знаю какую. Как ты растопишь лёд. Ну, вот это вроде ничего такая. Хотя большинство в чате скажут, что им левая больше нравится. Она чисто такая, знаете... Типично русская внешность женщины. Я даже не удивлюсь, если она реально из Восточной Европы. Спросить, говорят ли они о тебе. При отрицательном ответе спросить, почему нет. Спросить, знают ли они, что тебе нравится в девушке. Ответ будет твой член показать его. Попросить, помочь с выбором подарка для подруги. Сказать, что узнал её. Учились вместе. Меня бесит этот дурацкий вариант. Незаметно подкрасться из-за дивана. Короче, покажем член. Но, на самом деле, конечно же, вариант там, мне кажется, максимально идеальным. Тут все девушки из Беларуси. Серьёзно. Ну, видимо, это просто было дешевле. Ну, неудивительно. Восточные Европейки самые красивые славянки. Я думаю, с этим никто спорить не будет. Особенно, кто был за границей. Вот мужчины в России все ужасно выглядят. Ну, кроме Виллапгеймса. Потому что после 30-ти все лысеют, жереют, пузо отпускают. Сиськи. И становятся мало похожи на людей. А женщины реально красивые. В любом возрасте почти. Ну, до 28, я имею ввиду. Так, так вот, член, член, да, член. Это парень, с которым ты ходил вчера перезвонил? Эй. Эй, как дела, девчонки? Все окей. Эй, эй. Вы двое. Привет. Алло. Вы знаете, что мне очень нравится в девушках? Ты удивляешь меня. Мой член. Мой член. Мой член. Это, наверное, как подкат Ларина, который всю ночь смотрел. Блин, я забыл как зовут этого стендапера. Да. Ну, вы поняли, я помню. Готовы к большому сюрпризу, да? Впишем его. Четверк. Не так с так. Извините. Аа-а-а-а-а-а. Какится? Страш здоров. Что происходит с тебе? Не знаю, что-то, не знаю. Какой голос. А как мой БиГригриши. Что-то сделает. Я не знаю, извините. Я никогда не понял. Я не знаю, что я не понял. Где он взял столько белорусок, умеющих говорить на английском? Нет, мы хорошо, действительно. Спасибо. Я знаю свою уверенность. а че член реально маленький был я предпочитаю что поделать ты ну это типа ну для бара какая-то такая мини-шутка это хорошая тема но без члена естественно мой член забавная шутка короче у него один подкат тип ты продавщица в магазине шмоток а ты типа из драм кружка хотя они обе модели это очевидно но я понял я понял как это работает реально то есть в этом есть какой-то реально в этом есть смысл сидит какая-нибудь баба из путяги ягу пьет просто в этом в болоневой куртке и ты такой милочка а ты случайно никогда не занималась на факультете моды сказать что связать это с бизнесом у нее между ног а похвалить за выбор предметов обвинить в материалистичности предположить что мир был бы лучше без денег начать петь я да я даже не знаю я предпочитка читают вариант я предоставляю убер маргинала на свидание ну ладно давайте про между ног так это очень полосистки это азиатская мудрость а 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 может тоже записаться на курсы по бразильскому джиу-джитсу похоже там дело лучше а а а а а а зато если вам не нравятся какие-нибудь две бабы которые занимают место в ресторане а так ну чё давайте а 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 вот это кстати самый интересный диалог в игре он хотя бы наполнен минимальным смыслом они как белорусские должны разделять его мнение между прочим я считаю кстати сочетание черных бровей и крашеных волос все-таки ведет только матерям драконов как по мне хорошими что за крыжевая сраль ему надо в это сердца за лайки или как взял поэтому неßас состоял что за песню он пел этот Ну, я согласна с себя, ты знаешь, все хорошо. Мы можем идти в Японию, мы можем попробовать. Почему мы идем в Японию? Ты знаешь, как мне... Реально? Да, я не знаю. Да, может быть, ты должен просто идти делать какие-то вещи, чтобы сделать немного денег, а потом прийти к девушке. Как это звучит? Я нужна денег, не знаю, Джон Леннен был денег. Да. Ты правильно? Блин, слева же какая-то теннисистка, по-моему. Разве нет? Я то, что помню, что в Беларуси есть теннисистка, на нее похожая. Как тебе? Ты ценнее? Нет. Это же круто. Может, купить одну и купить одну свободу? Ладно, девочки. Как, эм... Не, правая симпатичная, но я не знаю, в ее бровях есть что-то инфернальное. Как будто она их мукой посыпала. Я не думаю. Я помню, батя попросил меня скачать, ну, купить на Гоге Битлов антологию. Я, короче, качнул. Ну, в смысле, купил. И закинул ему на флэху. А оказалось, что вообще фулл антология. То есть там даже сольники, даже сольники этого. Ринго Стары какие-то фуфлыжные. И, короче, там был альбом, где просто на протяжении сорока минут Йоко Оно и Джон Леннон трахаются и кряхтят. Я не шучу. И он шел первым почему-то по алфавиту, типа, я уже не помню, почему именно. И, короче, батя говорит, ты че мне закатал? Ты че дурак, типа, че это вообще такое? Говорю, ты там кнопку нажми на следующий трек. Так... Я просто офигел. Че за... А какая девушка мне симпатична? И я вот не уверен... Ну, давайте поправ. Что ты сделал в твоей курсе? Она добавила все. Как ресурсы? А, смounter? Да. Это материнство данного б 학 sinking worked. Я шум Karena она же за папину. Бухучёт, да вы чё прикалываетесь что ли? Если в разговоре присутствует, бухучёт Это уже не тот разговор, который нам нужен, неправда ли? Они же не водку хлещут в конце концов Да, всё-таки про бухучёт Но я же не знал, что он в эту степь заедет В чате большинству нравится левая Но не знаю, она очень симпатичная Я не хочу быть каким-то человеком, который харассит кого-то на своём стриме Но вот если брать девушку с симпатичной по меркам олегалпорно, допустим И девушку с симпатичной по меркам метарта То... Справа метарта, а слева легалпорно, понимаете? Он знает, что ты должен получать Окей, подожди, дай мне обеспечить это Эти девушки удачутся с интересными вещами Да, мы удачутся с интересными вещами И я пойду Мог бы и сразу уйти, реально козёл какой-то Скучно, блин Между прочим... Не, кстати, я честно признаюсь Между прочим, эти бабы сами пошли учиться на бухучёт Ещё и скучно, говорят Я же не стал их грузить на тему того, почему в этом году учился не получается командная игра в опорной зоне Я начал говорить о том, чему они сами учились Может быть я хотел узнать, что интересно Короче, всё Я провалил полностью этот скучный диалог, но я даже не знаю Я пытался Я пытался На хрен он вообще к тёлкам клеится, если у неё две такие лявры на кровати лежат Как долго вы знаете друг друга? Так долго 42 лет? Да Да 7 лет Да Ты выглядишь очень маленькая О, спасибо Релеф И ты знаешь что? Я считаю, что она как-то шумная Да? И я считаю, что ты сенсивная Так что она начинает пить И ты думаешь, смотри Давай, давайте мне домой Какой-то рандом Да Немного 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 Лучше бы он снова им член показал Мне кажется, уже пришёл тот самый момент Или начал бы просить их пососаться, например Правая похожа на Гитмана? Ну, не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Ну, у меня было два варианта Первый это Фредди Меркьюри, но я не нашёл похожих усов А вторая это один актёр бородатый, но всё-таки нет Чуваки, у меня такой вопрос Если ты проходишь идеально уровень, то показывают ли тянок, например, в бикини? Ну, вот именно эти В награду Или, типа, вообще ничего нет? Лёха, если ты смотришь, что левая вылитая Пирогова Кто? Кто такая Пирогова? Пирогову ЛС, please Ничего не показывают Так, а зачем вообще в это говно играть тогда? Не, всё, я замучился, блин Если честно, то... В жизни-то разговоры с женщинами не особо интересны большинству людей, а уж Я просто вот идею, зачем, в принципе, нужно учиться соблазнять кого-то Не понимаю, потому что людей, у которых есть проблемы с соблазнениями Им эта игра никак не поможет, потому что они просто не выйдут из дома Никогда не подойдут к тянке Они так и будут сидеть в дотку катать Но даже если бы они вышли из дома, допустим, половину этих бичейни Когда бы не пустили в бар такого уровня, как тот, в котором он сидел И где сидят такие соски Большинству, в принципе, не нужны знакомства там на улице или ещё где-то Рано или поздно люди встречают тянку на работе Или там, не знаю, мамка приводит чью-нибудь жирную дочь Или там, ну или ты просто умираешь девственником Такое тоже бывает Но и в этом нет ничего плохого, наверное Зато чуваки, которые вот переживают из-за того, что они там В 30 лет с бабой за ручку не держались Всё, что вы сейчас видели, всё это уныние Вам придётся через него, пришлось бы через него проходить А вместо этого вы проводите замечательные времена в дотке В той же самой И тут ещё всё это в виде шутки показано Потому что в реальной жизни вы, скорее всего, настолько нелепые Что действительно от нервов могли бы показать член Но в реальной жизни это бы закончилось тем, что вас посадили бы на бутылку за это Субтитры сделаны